Прокуратура Днепропетровской области заинтересовалась доходами региональных судей, мэров, председателей райсоветов и следователей нацполиции. Проверили их декларации и открыли 13 уголовных производств. Чиновникам инкриминирует умышленное сокрытие сведений о доходах и незаконное обогащение. Все подробности в сюжете. Владимир Дробитько, председатель Магдалиновской райадминистрации, приехал к нам на встречу на Форде Куга 2011 года выпуска. Утверждает, это автомобиль жены. Личного транспорта не имеет. С собственности только квартира, 68 квадратных метров. В Е-декларации все указал. Прочерк поставил лишь в графе сбережения. Уверяет, их просто нет. Доходы скромные, одна зарплата. Но о конкретных цифрах предпочитает не говорить. Семья живет на одну чиновничью зарплату. У сотрудников областной прокуратуры, которые проверили Е-декларацию Дробитько, возник закономерный вопрос. Откуда при столь скромных доходах деньги на автомобиль? Ведь такой даже подержанный железный конь стоит около 15 тысяч долларов. У активистов вопросы и к заместителю Дробитько Викторю Лымарю. Его электронную декларацию в общем доступе они вообще не нашли. Есть у нас в Магнолиновском районе зам, который не подал электронную декларацию. В принципе, люди заполняют сами эти декларации, они получают электронный ключ. На том же сайте, на котором мы смотрим их, это единая база. Они сами авторизуются и сами заполняют эту декларацию. После того, как они ее заполнили, она сразу оприлюднуется. Ее нет. Владимир Лымарь говорит, о чем идет речь, не понимает. Дескать, документ заполнил и сдал в положенный срок. У меня есть квартира, у меня есть два автомобиля. И я декларую также будинок моей жинки, который нам в спадщину достался от батьков. Такие достатки. Прокуратура области сейчас проверяет, все ли чиновники отчитались о полученных доходах. Досудебное расследование проводят в отношении 13 человек. Уголовное производство открыто против судей, которые владеют целыми предприятиями, и мэров, приобретающих внедорожники по цене свыше миллиона гривен. Пока никому еще не объявили о подозрении. Если докажут, что власть имущие замешаны в коррупции, чиновникам грозит тюремный срок. Максимум 5 лет лишения свободы.